Люди часто думают, что виноват во всем телевизор, виноваты компьютерные игры, как бы что мой ребенок вырос таким недоразвитым. Начинается сейчас с того, что виноват детский сад, потом виновата школа. Да, все виноваты вокруг, кроме меня. Давайте представим такую ситуацию. Вот, допустим, вы встаете рано утром с постели, все спят вокруг. Вам легко будет вставать? Ну, все храпят, всем хорошо, все спят, а вы, вам надо рано встать. Очень рано, в 5 утра все должны встать в 7. Вам легко будет вставать? Ну, конечно, нет. Вы будете, да, вот так тяжело, да? Вот представьте, это вы взрослый человек, у вас сильный разум, развитый уже. А ребенок маленький, у него вообще разум не развит, он в зачаточном состоянии находится. Он находится под влиянием среды, полностью под влиянием среды. Вот представьте, мама с работы приходит, ля-ля-труля по телефону, у нее свое наслаждение. Папа приходит, опа, хоккей, понеслась. А ребенок должен учить уроки, это он должен создавать атмосферу, в которой идет аскеза, аскетизм. Это все равно, что, допустим, мама кушает, сидит, папа кушает, а я пощусь. А мне всего 5 лет, или там 7. Ну, как я могу поститься, если родители кушают? У меня нет силы воли. Это родители должны создавать атмосферу. Это мама должна работать над собой дома, и папа должен работать над собой, когда они приходят с работы. А они забалдеют просто дома. Результат, ребенок тоже хочет балдеть, поэтому он через силу делает уроки, тяп-ляп, и садится за компьютерные игры, потому что такова атмосфера в доме. И что ему, как бы он не может балдеть, как папа или как мама. Он балдеет, как ребенок, потому что в зависимости от развития тела, такие интересы человек получает, в детском возрасте человек должен очень сильно наслаждаться этим миром. Поэтому он все познает через игру. Но если ему, допустим, не задают в школе через игру обучение, что это проблема школы, то ему просто надо играть в компьютерные игры. Понимаете? Но даже если папа и мама занимаются правильными вещами, ребенок с удовольствием выучит уроки. А хорошо, если мама придет, и в игре просто эти уроки с ним вместе выучит с удовольствием. Поможет ему, своим ребенком. Потому что женщина от природы имеет возможность, каждая женщина талантлива от природы. В воспитании, в приготовлении и в заботе. В трех вещах каждая женщина специалист, любая женщина. Бывают, конечно, ленивые женщины, которые не хотят всем этим заниматься, но это не значит, что они не специалисты в этом. Просто им лень. Но каждая женщина в этих трех вещах специалист. И поэтому женщине несложно в игре просто позаниматься с ребенком, повоспитывать ее. несложно просто нужно проявить любовь а часто это не является целью жизни человека любовь потому что любовь это бескорыстные вещи она идет из бог от бога чистую бескорыстную люди любовь невозможно продуцировать просто в человеческих отношениях они все основаны на эгоизме но если человек молится богу и со святостью имеет дело то в результате этих отношений он получает вот этот вкус бескорыстия может его передавать детям жене там и так далее тогда появляется чистые светлые отношения в семье распространять вот такую любовь чистую уже да вот то на этом основано воспитание которое преподает любая культура древняя возьми взять домострой православные или храма шастры медические все они говорят об одном что без молитвы невозможно сделать счастливую семейную жизнь центре должен быть бог в семье алтарь бог если этого нет то нет воспитания нормально